Не стремятся попасть в рейтинги и живут в своем особенном мирке. Сегодня героями рубрики «Новости нашего района» стали жители улицы, которая легко может считаться символом окончания лета. Ведь названа она в честь урожая. Но вот соответствует ли ее наименование содержанию, узнаете прямо сейчас. С выдумкой и усердием привыкли проводить время жители улицы Урожайной в Иркутске. Название обязывает. Хотя уже больше ста лет, как на смену живописным полям, здесь пришел серый индустриальный пейзаж. Видимо, далеко не всем он оказался близок. Поэтому заколоченных окон здесь с каждым годом становится все больше. Но оказалось, даже у такой невзрачной улицы есть своя история. Знаю, что наши дома строились для работников аэропорта, для вышепоставленных чиновников. Потом начали строить более высокие дома. И наши дома пошли работникам менее низшего уровня. И как таково не благоустроились. Поэтому с тех пор благоустройством своих домов местные жители предпочитают заниматься сами. Причем в ход идут все подручные материалы. Даже алюминиевые банки, из которых здесь делают уличные антенны. Не отстают и детские площадки, часть из которых не под силу будет освоить даже взрослым. Сумели здесь справиться и с другими проблемами частного сектора. В том, что местные жители умеют работать руками, не может быть никакого сомнения. Например, к одному из домов здесь пристроили самовольный туалет. Причем на втором этаже. Не берусь судить о техническом исполнении данной конструкции. Но вот запахи местному Кулебину точно удалось победить. Удается на улице Урожайной дать отпор не только запахам, но и засилью автомобилей во дворах. Поэтому делить свою стоянку железные кони вынуждены даже с курицами. А вот другие неотъемлемые элементы сельского хозяйства – овощи и фрукты. Здесь можно встретить лишь в редких теплицах. Ну или в магазинах. Единственный урожай, который сейчас собирают на центральной части улицы – денежный. Нельзя пройти и 10 метров, чтобы не встретить магазин, общепит или автомойку. Да и сама магистраль больше напоминает супермаркет, нежели житницу. Но несмотря на то, что большая часть построек на этой улице близка к сносу, местные жители с оттенком грусти говорят о возможном переезде. Ведь если урожай – сезонное явление, то уникальную атмосферу места создать бывает не так уж просто. Павел Жолудев, Андрей Назаров. Новости по будням. Новости по будням.